АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И там мне довелось попасть еще в последнее воскресенье на финал мирового кубка по регби. Фантастика. Что это было? Во-первых, я порадовался за то, что в отличие от наших фанатов, никого не убивают почему-то. Тем более на самом деле больше не было кого убивать. И там толпы восторженных фанатов All Black, то есть новозеландской команды, прилетевшие туда французы, ходившие с физиономией женщины, раскрасили второцветный французский флаг или просто завернувшие второцветный французский флаг. И одни кричали, значит, мы победим, другие тоже. Больше меня порадовали идущие по набережной океана два человека, несущие два плаката. Один за одну ручку, второй за другую. На одном было написано, значит, размажем киви, киви это значит новозеландцы, а втором поджарим французов. И они мирно шли, там что-то пили вместе. Понимаете? И потом я, как мальчишка, смотрел по телевизору это самое, и переживали в последние минуты, потому что там французы играли лучше в втором отделении, и новозеландцы с трудом победили, с трудом, с тяжелым напряжением. И я тем более за них радовался. Поэтому, вот, просто хотел с вами поделиться. Вообще страна удивительная. Но это уже отдельная тема. У меня какие-то песенки были про это дело. Потом я расскажу. Но сегодня у нас тема немножко другая. Тут присутствует человек, который очень признателен за то, что этот праздник сегодня начинается. Именно начинается, потому что презентация книги в книжном центре Москва будет где-то, значит, вот, 6-го, по-моему, ноября. Просто, дело в том, что, вот, для тех, кто там не знает, могу похвастаться, в течение последних 6 лет мы с группой соавторов, я это потом могу рассказать, работали над фильмом, автобиографическим фильмом «Атланты держат небо». Он тут есть. Он не выходил ни на какие экраны, и прошел он, по-моему, только в Белоруссии. Как ни странно, при Лукашенко, вот, этот фильм прошел по Белоруссии, все там 34 серии. У нас он еще пока не шел, но именно работая над этим фильмом, который начали делать по предыдущей книге воспоминаний «След в океане», который тут лежит, но фильм вогнал ту книгу, потому что в фильме много историй, которые в ту книгу не вошли. Поэтому издательство «Эксмо» в лице славного ее представителя Игоря Петровского редактора, и по его инициативе, это вообще, так сказать, фанаты этого дела, предложили мне написать, вернее, издать еще две книги, в одной их поместительстве. Тоже воспоминания, но уже на современном этапе, куда вошли бы те главы фильма и те серии, например, про ту же Новую Зеландию или Австралию, или многие вещи, которые, значит, в первую книгу не вошли. И вот фактически вышло из печати две книги, но официально вот первая книга, которая здесь и присутствует, называется она «Александр Городницкий. Атланты держат небо» по названию этого сериала, с примечаниями воспоминания старого островитянина. Островитянин – это я. По двум причинам. Во-первых, потому что я родился на Басильевском острове, в моем родном Питере, поэтому я все основания считаю себя островитянин. Во-вторых, потому что за 35 лет плавания по разным морям и океанам я поселил не меньше двух или трех десятков островов. Вот, и по существу. И, наконец, последние мы все островитянин, потому что 4 пятых нашей планеты занимает синяя краска, то есть вода. Вот. Значит, эта книга здесь есть, и сегодня проводится впервые ее презентация. Вот, значит, ну, стоит только разница, что книжек этих мало. Значит, мне прислали только там 30-40 экземпляров этой книжки. На всех не хватит. Но она сегодня появилась в магазинах, но мне сказали уже люди, которые там были, что она уже и кончилась, скажем, в магазине «Москва», чуть появившись. Поэтому в период, если кто-то там захочет ее приобрести, я буду рад поставить автографы. Это первое, что, значит, вышло. Значит, это как бы не вся... Понимаете, издательство возражало про это, чтобы делать часть первая, часть вторая. Это самостоятельная книга. Но фактически в той книге, которая выйдет, которая будет называться «Геркулесовых столбов», в ней, значит, другие совершенно вещи, не пересекающиеся с этим. И параллельно с этим в Питере, моем родном, вышел DVD, не DVD, а MP3, вот такой диск, который называется «Жить еще надежде». То есть тоже из той же песни «Храза», где записана серия передач «Радиокультура», где я читаю отрывки из книги «Следово океане». Но здесь не только отрывки из книги «Следово океане», а здесь около 20 или 30 песен, которые сюда тоже включены. Вот этот диск тоже только сейчас тут появился. И если у кого есть автомашина, и, так сказать, в общем, это так лучшее развлечение для автомашин. Кроме того, для тех, меня уже попросили каких-то людей, которые там проблемы с глазами и так далее, и так далее. Вот такой диск тоже тут существует. Вот так что рекомендую это все в перерыве. Это не значит, что там нет чего-нибудь другого. Ну, например, уже озвученным на этом фильм «Атланты держат небо», да, или там другие диски мои разных времен и прочее. Но вот это все в перерыве, автографы, естественно, будут получены. А мы сейчас по старой традиции. Сегодня, я понимаю, объявлен концерт по заявкам. Заявки уже есть. Хорошо, что они уже есть. Но начнем мы, значит, с того, что все-таки по традиции начнем со старой песни. Кроме того, здесь присутствует представитель славного канала СТС, который делает документальный сериал, даже целый, который должен выйти в январе, посвященный, значит, советской эстраде, вообще эстраде и соотношению эстрады с авторской песней. Тема достаточно интересная. Вот. И они попросили меня что-нибудь сказать о дороге. Поэтому я, с вашего позволения, начну традиционно, конечно, со снега. Для тех, кто здесь впервые, хочу сказать, что рекомендуется подпевать то, что вы знаете и хотите подпить. Особенно после небольшого количества выпитого, а большое у вас не получится при нынешних ценах, да? Вот. Не стесняйтесь. Это первое. И второе. Хуже меня, петь, вы не будете. И второе. Не забудьте включить свои мобильные телефоны по окончании нашей встречи, окей? Спасибо. Итак, начало этой книги самое почти. Хотя начало не в этом. Потом Городянский начал. Если кто-то дизайнер, Санга Сарамин, прокуроритель Центра Аплодисмента. АПЛОДИСМЕНТЫ Тихо дает камшуршит снегопад, Сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще свет, Что вспоминается мне, Небо далекого просит, Давние письма домой. В царстве чахуточных солнцем Быстро вспоминается ось, Долгой, порядной зимой. Снег, 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 Снег над палаткой кружится, Вот и кончается наш кран и наш век. Снег, 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 Тихо надутру ложится, Американцы мерзающих век. Снег, 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 Там Петробратской двоей стороной Бьется веселый смежак, Вспыкнет в ресницах звездой за мной, Глядет пушинкой бурок, Тронул с задумчивых миней, Голстой светлой брять, И на бульваре в мире, По ленинградскому синий, Вечер спустится опять. Снег, 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 Снег за окошком кружится, А он не коснется твоих сон, Глоботых век. Снег, 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 Что тебе, милая, снится Над тишиной задерзающих рек? Снег, 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 Тонгли сердце твоё с берегу, Ветер поёт на пути, Через туманный мороз и пургун Мне до тебя не дойти. Вспомни, же, если взгрузнётся, Наши стоят как ни. В пламени пешком, как придётся, Песня к тебе доверётся, Даже в нерёдные дни. Снег, 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 Снег над таргою кружится, В югра заносит следы Наши стоят. Снег, 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 Вновь снега нынче веснится, Сзади ты солнцем, Вокзальный перел За страшных дней. Будет по слову о дороге. Стихи, Одно из старых стихотворений об этом, Может, что-то и другое было о дороге, Но и песня, Которая была написана в далёком 81-м году, Тут же запрещена, Даже афиши с моей фамилией В Ленинграде все отдирали, Наклеивали, Песня была написана, Но и с начала стихотворений. Солнце в холодную село в воду, В небе лучом полыхнув зелёным, Человечество делится На скотоводов и земледельцев. В делении оным, Неприменимым в 20-м веке, Осталась верная первоснова, Кренящаяся в самом человеке, А не в способе добывания все сном. Ты это всё вспоминаешь В душной комнате, Тусклый порой вечерний, В теле твоём законопослушном, Неопрятный ворочается кочевник, Неотличающий оста от веста, Но ненавидящий прочные стены, Надеющийся переменой места, Произвести в себе перемены. Прочь же поскачем, Прочь же поскачем, В пыли и гамме, Не доверяя земле вчерашней, Пастбище вытоптанное ногами, Сотен животных не станет башней, Где остановимся, Что засеем, Чем успокоим хмельные души, Вслед за Колумбом и Моисеем. Вскачи пешком, По воде и суше, Женщина этой ночное ложе, Дом твой вместилище скучных бедствий, Что бы ни выбрал ты, Выбор ложен, Первовречина открытий в бедствии. И песня. Дело в том, Что любимый мой роман Черги Заятматовый Дольше века длится день, Где начинается с похорон, Качается похоронами, Аксакана пытается похоронить На стороне кладбища, А там космический полигон, Запретная зона. И так жизнь человека, Как нескачаемая дорога, Земля, которая Исторгает его из своих недр, Обратно его не принимают. И сразу вспоминается Челепадама, Недалеко от гроба Господня В Версалинском храме, Который лежит недалеко От центра всех мировых религий. Земля, истопнувшая Рассия человека, Обратно его не принимают. Дорога. Песня была написана Для этого спектакля, Тут же запрещена. И без салили виной Или местная власть От какой-то непонятной причины. Мы куда бы ни шли, Нам туда не попасть, И при жизни, И после кончины. Для чего ты пришел В этот мир, Человек, Вести горького хлеба, И недолго в век, Между дел ежедневных И тягот, Бесконечно колючками, Крытой степи, Пересечь ее всю, Никому не успеть, Ни за день, Ни за месяц, Ни за год. Гор с пупыри Оскалят сухие поля, На подошвах Астрас, Гор с пупыри От чего нас скажите, Родная земля, Ни живых, Ни приемлет, Ни мертвых, Ведь земля остается Все той же землей, Станут взрослых горев, На рассвете золой, Только дыма Останется за обод. Неизменно составы Идут на восток, И вверх блюдо Качает горячий песок, Не вращается небо На запад. И куда мы свои Не направим шаги, Ни отчет, Ни заботы, Ни седу, Всюду поршу над нами Снижают круги, И лисица Пройдется по следу. Для чего ты пришел В этот мир, человек, И сниг горек твой хлеб, И не донок твой век, И дано тебе Сделать немного, Что ты нажил своим Непосильным трудом, Ненадежен твой мир И не прочен твой дом. Все дорога, 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 Все дорога, 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 Все дорога, Дорога, Дорога. Спасибо. Еще одна совсем новая песня В киетийске не вошедшая, Тоже имеющая отношение к пароде. После чего мы уже будем двигаться по запискам, да? Прощай, Москва. Я не был по жизни, Всегда удачлив, Играя с судьбою приз. Еще раз. Я не был по жизни, Всегда успешен, Играя с судьбою приз. В Москве я устал От твоих насмешек, Твоих равнодушных лиц. Увижу ли край, Где не знают горя, Где зреют в тепле глаза. Прощай, Москва, Я найду этот город, Который верит слезам. Я помню, что лучшие годы тратил, Ища, где неправит зло. С этим лет, Говоря по правде, Пока еще не лезло. До сипа илона, До снежной горы Откроется ли все замы? Прощай, Москва. Я найду этот город, Который верит слезам. Тебя понапрасну, Морочит сказка, Скорее ее забудь. Во сонный раз, По тебе фиаско, Я вновь начинаю помочь. Но что от того, Что уже не молод, Что тьма подошла к нозам? Прощай, Москва. Я найду этот город, Который верит слезам. Но что от того, Что уже не молод, Что тьма подошла к нозам? Прощай, Москва. Я найду этот город, Который верит слезам. Спасибо. На Майковской площади в Москве Живет моя далекая подруга. В ее огне, Если воспеваете в юг, Звезда горит В вечерние семи лет. Судьбы моей Извинистая нить Ополненок в этом пороге. Насколько неупрашивая Бога Нам в нашей жизни Не соединить. Насколько неупрашивая Бога Нам в нашей жизни Не соединить. На Майковской площади в Москве Стремительностью Близко к полету Спешит она утрами На работу. Мороз не с кем Блестит на рукаве Наш странный Затянувшийся роман Подожжим в награде И катастрофе Другим по вечерам Варите кофе Смотреть с другими В утренний туман Другим по вечерам Варите кофе Смотреть с другими В утренний туман Но в час, когда подводный Аппарат Качается Уберзной По ладони Ее печаль Меня во тьме Накрывает И из пучины Выведет назад Но в час, когда В затылок Мне дыша И наложится Тержестью на плечи Меня от одиночества Извечет Ее непостоянная Дружа Меня от одиночества Извечет Ее непостоянная Дружа На Байковской площади В Москве За темную Опущенную Штон Настольные Лапы Свет Калит Которые Сияют Мне Как путеводный Свет Пусть Сидина Змеется На виске Забудем Про безрадостные Были Пока Еще Про нас Не позабыли На Байковской Площади В Москве Пока Еще Про нас Не позабыли На Байковской Площади В Москве Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ В Москве Лишеные Морей А Это Сихотворение Было У меня Такое Великодержавное Сихотворение Прочту Сишок И песню За оконами Гудит Киперборей И слышу Снова Сорок 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 Вья Московия Вешеная Морей Стремительно Ветит Средневековья Сейчас Евразия Евразия Дум Объяты Клубиться Дым Утерек И реки Ждет Беглецов Литовская Граница Так Распадаются Мадерики Чтобы обратно Вновь Соединиться Лихие Наступают Времена Русь Как Бружина Сжата До Отказа Все Будет Вновь Ливонская Война И Поголение Крыма И Кавказ АПЛОДИСМЕНТЫ Респектива Не очень Несено Так Так Правстралию Живут Верхногами По-поп-па 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 Мне сейчас В Новозиланде Свою любить Там Тоже Верхногами Тут есть, как и последняя серия, 34-я, в этом фильме, начинается эта песня. Попробуй. Жизнь моя подобна бреду, если только не помру. Я в Австралию поеду, где гуляет кенгуру. Австралийскими мне сами не на шутку увлечен. Буду жить оверх ногами и не думать ни о чем. Буду жить оверх ногами и не думать ни о чем. Там огни ночного вара, в свете лунного луча. Ходит птица кукобара, над собой ухохача. Там в постели пристроить к даме, напряки к ее плечам. Буду жить оверх ногами и не думать ни о чем. Буду жить оверх ногами и не думать ни о чем. Там звенит струна гитары над бегущей водой. Это здесь я только старый, там я стану молодой. Все дела отбирали к маме, не дрожа перед врачом. Стану жителем ногами или думать ни о чем. Стану жителем ногами или думать ни о чем. В бане тем не усердно, если только не помру. Я в Астралию поеду, где гуляют кенгуру. Сейчас. Так лугами, сейчас свискарем и калачом. Стану жителем ногами или думать ни о чем. Стану жителем ногами или думать ни о чем. Пожалуйста, помните песню полярных летчиков. Эти песни заводят на жизнь. Ну, это замечательно. 59-й год. Мокрый снег в трубраске. Существовала еще замечательная изоция «УПА». По правилам полярных летцев. Городные куртки, крошка, булка, Трятка и ценоверщина, низкая атмосфера. Бродится от гарби, северная пилка, В маленькой гостинице ползло и темно. Бродится от гарби, северная пилка, В маленькой гостинице ползло и темно. Голодец за штурмами, один пипомкет старый, Голову рукою подопрет второй пилот. Подтянувши струны старикой гитары, Следом борт-механикой тихо надпоет. Подтянувши струны старикой гитары, Следом борт-механикой тихо надпоет. Эту песню грустную надо забыть о рано, На двух моторах и сердца зачеркнели. Снова терят с берега снегом и туманом, Снова ночь нелепная, даже луны. Снова терят с берега снегом и туманом, Снова ночь нелепная, даже луны. Лысые романтики, воздушные протяги, Наша жизнь по-чишински и вечные года. Прочь-то скугоните вы, выпитые фляги, Ты, метеослужбанна, счастье догадай. Прочь-то скугоните вы, выпитые фляги, Ты, метеослужбанна, счастье догадай. Солнцем и закатами, и теплый ветер сверстно, И штурм послушных в пасковавшихся руках. Ждите нас, не встреченные, школьники, Теревесты в утренних асфальтовых южных городах. Ждите нас, не встреченные, школьники, Теревесты в утренних асфальтовых южных городах. Спасибо. Спасибо. Порой я спою, если мне не слышно. Она уже вполне сротвестка от моего нынешнего состояния. Тут, кстати, в октябре будет выступать. И уже выступал Игорь Губерман, нет? Не выступал Игорь Губерман? Будет. Но вот всех очень приглашаю прийти. Кто или не слышал, на всякий случай прочитаю. Но сначала пародия. Имирич, ко мне, конечно, отношение. Пародия такая грустная. Дело в том, что пародия на меня написана очень много. Пока я был молод, все пародии имели откровенную ружину, сексуальное пятиединное содержание. Сейчас этим несколько поутихло. Но, например, да. Господи. Например, там были капремитарные пародии, в родно-деревянные города. Вроде в какой бы не попал я уголок. Мне разводить не надо к неделе. Дрова бить заготовленными впрок. Ложатся дружно женщины в постели. Но это 59-й год. Это 59-й год. А уже в 69-м году... Да, а в 63-м году замечательная городская поэтесса, светлая память Ивана Слепакова, написала на меня такую пародию. И нельзя назвать причину, от которой вся кручина. Хоть похож лет на мужчину, только все же не мужчина. Я и было виднее. Вот. Шли годы. И в 69-м году Игорь Габерман, мой близкий друг, много лет, когда я лежал в больнице, значит, в Сесаревске под Ленинградом, не разобравшись, в чем там дело, еще мне вырезали, может, был май месяц, написал такую жуткую эпиграмму на меня. Один поэт имел предмет, которого злоупотребляя, устройства это свемно нет, прощай любовь, в начале мая. Да, он же в 74-м году, когда я лежал в другой больнице, в Москве, с нехорошими всякими подозрениями, пришел ко мне, в любую зеленую физиономию, сказал, старик, я верю, что ты собрался помирать, да? Я тебе петалфию на могилку привез. И прочитал, когда врагов утешил слухом, что разорит в глубоком скрипе, но кто поверит ста сторонам, что бывало великолепен. И так далее, и тому подобное. Вот. А уже вот эта пародия, гнусная, на меня, действительно. Да, но надо сказать еще, ко мне тоже относится его пародия, гудермана эпиграмма. Сейчас. Нет, это тоже, да. В любом случае, мы живем, есть предел, а пресс-фасад и вылезли с тропила. В автобусе на девку пыль, взял мне молча место уступил. Это уже кошмар. Но самое неприятное, я прочитаю после пародии на кожаной куртке, это тоже светлая память и ушедшая из жизни автор Игорь Михайлов. Кожаные брюки, брошенные в угол, ничего не видно в этой темноте. Погоди немного, юная подруга, руки ведь трясутся и в глазах детей. Командир со штурмана ведь предупреждали, и хирург нашел в том, мне пустотская кровь нынче это самое получится едва ли. Выпадив флягу, мне наполнить вновь кожаные брюки вновь на старом месте и в стогане челюсть бьется края. Ты чего признала, школьница, невеста, отойти от дедушки мира моя? Я не могу издевать ваше бурное веселье. Чем? А что в этом смешного? И наконец, последняя эпиграмма, надеюсь, не поздравлю меня, Экглобармана, к любовной жизни охладев, я погасил свою жаровню. Еще смотрю на нежных дев, а ничего уже не было. Вот так, друзья мои. Ну хорошо, перейдем дальше. Геркулесовый столбой, в 63-й год. Евроавторский тролиф, который у древних греков так и именовался Геркулесовый столбой. О, Геркулесовый столбой, лежит поэт за ругой. О, Геркулесовый столбой, Геркулесовый столбой, где плавал Одиссей. Меня плавать не спеши, Ты подожди немного, И черных платьев не носи, И час, как слезы, не сели, Меня плавать не спеши, Ты подожди немного, Ни черных платьев не носи, И частых связок не сели, Еще под парусом тугим, В чужих морях не спеши, Еще к тебе лет не верусь, Не знаю сам, когда, У Геркулесовый столбой, Дельфины греют спины, И между двух матерей полный, А в грех сутных словами, О, Геркулесовый столбой, Дельфины греют спины, И между двух матерей полный, А в грех сутных словами, Еще над черной глубиной Морочит нас тревога Да и от царства твоего От царства губ и рук Пускай пока мы родня Тебя не судим строго Пускай на стенке повисит Мой заповедный лук Пускай пока мы родня Тебя не судим строго Пускай на стенке повисит Мой заповедный лук Но Геркулесу из столбов Лежит в поле дорог Пусть южный ветер до утра В твою стучится дверь Ты не спеши меня забыть Ты подожди немного И вида сладкие не пей И жениха не верь Ты не спеши меня забыть Ты подожди немного И вида сладкие не пей И жениха не верь Спасибо Спасибо за ваше творчество Пойдите пожалуйста Сентяна Соколачева и Стай Прощание с Истрой Вот Прощание с Истрой Я никогда не пою редко И поэтому я наверное не помню слову Просто я от них извиняюсь Неупотребление Да Вот А это речь идет о Это не моя песня Это песня Евгения Крячкина На моей стихе Сентяна Соколачева и Стай И первый лист звенит лог Извечная истина простая Свободен значит одинок Мечтая о свободе голый Не замечаем мы того Что нашей самственной свободы Боимся более всего И на растерянное лицо Куда там в жизни тесть свои Трудом спасителем ложится Власть государства и семьи В углу заснятую иконой Все в пути не пустота Свободен значит вне закона Какая истина проста Входная дверь кривит как выстрел В моем пусти ищем дам Так живь нам вместе слов до кисти А падать вниз Под одного Так живь нам вместе слов до кисти А падать вниз Под одного Апланты в конце Собоялся вашей поддержкой Думаю еще не осталось Надеюсь Пути очень просим Песню о том Как Севастополь Остались Что? Как не знаю Что уверен Да Ну хорошо Вот история песни я рассказал Параласан Это скандальная песня Песня 3 года назад При предыдущем украинском президенте Реакционное притеснение русских в Крыму И после этой песни Разочли два события Горсовет города Блаклава Представил мне какой-то орденский знак За защиту интересов русского народа в Крыму И украинское паистое закрыло эти фестивали Где я участвовал на песке Ну, я думаю, все было хорошо Так даже Пахнет дымом от бабших знален Малопроку от битвы жестокой Став последний вчера бы стилон И вступают враги в Севастополь Израненный молвит солдат Спотыкаясь на каменном спуске Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Над кормою приспущенный флаг В небе мельце от личные стали Вдаль уходит последний моря Корабельную бухту оставив И твердят, смотря на закат И на берег покинутый узкий Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Что целит наступающий год Снова нервом туманных листа Я ступаю в последний бельбот Покидающий Кравскую пристань И шепчу я, трещу ли в глаза Не скрывая неброшенной грусти Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским И шепчу я, трещу ли в глаза И шепчу я, трещу ли в глаза Спасибо 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 Так уж, на фонке уже спереть надо И вспомните, пожалуйста, песню Аэропорты, давайте так Аэропорты девятнадцатого века И цикла литературных песен Песня, посвященная Д.Л. Юрьевичу Ярмантову Когда закрытый аэропорт Мне в шумном зале вспоминается иное Во снеге тяга весь на пол Мне громко лошадь и вздыхает за стеною В поле окрестные мокры Нас только верни ни огня, ни человека Ах, постоянные дворы Аэропорты девятнадцатого века Ах, постоянные дворы Аэропорты девятнадцатого века Сидеть-то вместе до утра Давайте с вами познакомимся получше Из града славного Петра Куда, скажите вы, торопитесь, поручик В края обвалов и жары Отбрать начальство и подбыстренно обрек Ах, постоянные дворы Аэропорты девятнадцатого века Ах, постоянные дворы Аэропорты девятнадцатого века Куда не ехать и идти В любом столетии, в любое время года Разъединяет нас пути Объединяет нас лихая непогода Ах, постоянные дворы Аэропорты девятнадцатого века Ах, постоянные дворы Аэропорты девятнадцатого века Какая общность в этом есть Какие зыбкие нас связывают нити Привычно чокаются здесь Аэропорты девятнадцатого века Ах, постоянные дворы Аэропорты девятнадцатого века Аэропорты девятнадцатого века Ах, постоянные дворы Аэропорты девятнадцатого века Аэропорты девятнадцатого века Аэропорты девятнадцатого века И приемствовалась Трудно сказать Павел Коган погиб В фронтах Отечественной войны Когда мы исполнили Силы двадцатого века Конечно, он мог состояться Как очень большой поэт Но из того, что мы знаем Кроме сихов Осталась вот эта замечательная песня Когда мы сейчас поем На его сихе Давайте нам поможете Надоело Говорить и спорить, и влюбить усталые глаза. Фривусерска, дальня в синем море, Бригантина поднимает глаза. Фривусерска, дальня в синем море, Бригантина поднимает глаза. Капитан, обветренный, как скалы, Вышел в море, не дождавшись дня. На прощанье отнимай бокалы Золотого терпкого вина. На прощанье отнимай бокалы Золотого терпкого вина. Бьет за яростных, за непохожих, За презревший крошевой уют. Бьет с собой ветров веселый рожа, Люди флинта песенку поют. Бьется по ветру веселый рожа, Люди флинта песенку поют. Там прощались с самой серебристой, С самою заветной мечтой. Фривусеры и авантюристы, Братья по крови горячий и густой. И в беде, и в радость, и в горе, Только чуточку прищут глаза. Фривусеры и авантюристы, Дальнем синем море, Бригадина поднимает рожа. Фривусеры и авантюристы, Дальнем синем море, Бригадина поднимает рожа. Спасибо! 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 За черной клубью Ходит тучи деревья Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя Ищи себе печали, Попадая к ней в горе Ей бессонными ночами Не придумывай, моя Позабудь про эти губы, Славной жизни не губя Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя 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 Солнце движется по кругу, Листья падают в крову Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя Во-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-с-с-п-и-б-п-с-п-с-п-т-с-п-т-с-п-с-п-с. От житейских уставов невзгод Я на снимок смотрю с тосковым А на снимке двадцатый год Над местечком клубится пыль Облетает вишневый цвет Мою маму зовут Рахим Моей маме двенадцать лет Над местечком клубится пыль Облетает вишневый цвет Мою маму зовут Рахим Моей маме двенадцать лет Под зеленым ковром травы Моя мама теперь лежит Ей защиты не стал улыб Ненадежный Давилов щит И кого из моих родных Ненароком не назовут Кто стареет в краях иных Кто убит и лежит воруют И кого из моих родных Ненароком не ладят за руку Кто стареет в краях иных Кто убит и лежит воруют Совершая урочный век Солнце плавится за горой Двадцать первый тревожный век Начинает свой год в король Выгорает седой ковырь Старый город в обглуп одет Мою внучку зовут Рахим Мою внучке двенадцать лет Дыгорает седой ковырь, Старый город в обку подет. Мою внучку зовут Рахим, Моей внучке двенадцать лет. Пусть поет ей весенний хор, Пусть минует ее гроза, Их летят на меня в упор, Юной мамы моей глаза. Отпусти нам распорь грехи, И детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахим, Моей внучке двенадцать лет. Отпусти нам распорь грехи, И детей упаси от бед. Мою внучку зовут Рахим, Моей внучке двенадцать лет. Спасибо, дорогие друзья. Придорком, минут десять, пятнадцать. Денисские книжки, все вот там, автографы, после второго поделения. Спасибо.